Неврит Неврит – это воспаление ствола периферического нерва, проявляющееся двигательными расстройствами и нарушением чувствительности в зоне иннервации этого нерва. Неврит может быть локальным, когда страдает только один нерв, или множественным, когда повреждены несколько нервов. Причины возникновения Локальный неврит может возникать вследствие местных инфекций, опухолей, травм или артрита. Множественный неврит вызывают бактериальные или вирусные инфекции, интоксикация организма, способствует развитию полиневрита переохлаждения, дефицит витаминов, сосудистые и другие нарушения. Неврит может развиваться в результате сдавливания нервов, что может происходить из-за сужения фиброзных и костных каналов. В таких случаях говорят о тунельном синдроме. Кроме того, сдавливание нервов возможно грыжей межпозвоночного диска, остеофитами при остеохондрозе. Симптомы Клиническая картина определяется функциями нерва, областью иннервации, степенью поражения. Большая часть периферических нервов состоит из волокон различного типа, двигательных, вегетативных и чувствительных. Поражение волокон каждого типа вызывает разные симптомы, расстройство чувствительности паристезии, а не менее, снижение или выпадение чувствительности в зоне иннервации, нарушение двигательной активности, частичное или полное снижение силы в иннервируемых мышцах, выпадение или снижение сухожильных рефлексов, развитие атрофии мышц, трофические и вегетативные расстройства, синюшность кожи, отечность, местное выпадение волос, депигментация, сухость и истончение кожи. Потливость, ломкость ногтей, развитие атрофических язв и другие. В начале заболевания появляются боли, а не менее. При некоторых невритах могут отмечаться специфические симптомы. Виды заболевания. Аксиальный неврит – это поражение осевых нервных цилиндров. Вегетативный неврит – это поражение периферических волокон вегетативной нервной системы, проявляющейся трофическими нарушениями. Вибрационный вегетативный неврит – профессиональный неврит, вызванный постоянным воздействием вибрации. Наблюдается преимущественно в стопах и кистях. Восходящий неврит возникает при травме периферической части рук или ног. Проявляется приступами боли и вазомоторными нарушениями, распространяющимися постепенно от периферии к центру. Гипертрофический неврит дежерина-сота – это наследственное заболевание, имеющее тенденцию к прогрессированию. Характерна гипертрофия оболочки нервных волокон, которая сдавливает проводящую часть нерва, в результате чего нерв постепенно дегенерирует и утрачивает свою функцию. Заболевание проявляется медленно нарастающими периферическими порезами, мышечными атрофиями, нарушением чувствительности по полиневритическому типу. Неврит гомба – это распад миелиновой оболочки нерва на ограниченных участках нервного волокна. Внутренняя часть нерва при этом сохраняется. Неврит интерстициальный – поражение соединительной ткани нерва. Чаще развивается вследствие аутоиммунного процесса. Ретробульбарный неврит – это патология зрительного нерва. Ложный неврит зрительного нерва – это аномалия развития зрительного нерва, напоминающая по клинической картине его воспаление. При этом не развивается атрофия нерва, не страдает зрительная функция. Инфекционный неврит развивается как осложнение инфекционных болезней. Кахлеарный неврит – поражение улитковой части слухового нерва, что приводит к возникновению шумов в ухе, снижению слуха по типу нарушения звуковосприятия. Паренхематозный неврит – поражение осевых цилиндров. Позже вовлекаются соединительно-тканные структуры нерва. Профессиональный неврит развивается вследствие интоксикации тяжелыми металлами или другими токсическими веществами. Ретробульбарный неврит – воспаление зрительного нерва за пределами глазного яблока. Оксиальный ретробульбарный неврит локализуется в мукулопопулярном пучке зрительного нерва. Интерстициальный ретробульбарный неврит начинается в оболочках зрительного нерва и распространяется вглубь нервного ствола. Орбитальный ретробульбарный неврит – периферический ретробульбарный неврит, трансверсальный ретробульбарный неврит. Неврит рассолима – это одна из форм гипертрофического неврита дежерина-сота, которая встречается в детском возрасте, характеризующаяся рецеидивирующим течением. Травматический неврит – обусловлен травмой нерва. Неврит – это серьезное заболевание. Лечение необходимо начинать сразу, как появились первые симптомы для предотвращения развития осложнений. Диагностика. Диагностика неврита основывается на симптомах заболевания. Для уточнения диагноза проводят электронейрографию. Лечение. Лечение начинают с установления и устранения причины возникновения неврита. При инфекционном происхождении заболевания назначают противовирусные или антибактериальные препараты. При неврите токсического происхождения необходимо вывести токсические вещества из организма. Травматические невриты могут требовать оперативного вмешательства. При невритах показана витаминотерапия. Эффективный массаж мышц, которые инервируют пораженный нерв, а также физиотерапевтические процедуры. Осложнения. Двигательные нарушения, вплоть до паралича, нарушения чувствительности, атрофия мышц. Профилактика. Рациональное питание, своевременное лечение каких-либо заболеваний, закаливание, вакцинация против инфекционных болезней поможет избежать развития неврита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...